Дыхание Алтая почувствуют посетители выставки, которая работает в художественной школе имени Каратанова в Абакане. В ней представлено более семи десятков полотен, отражающих природу и культуру соседнего региона. Это не первая экспозиция, размещенная в школе, где теперь есть полноценный выставочный зал. Рассказывает Наталья Гармашова. Не очень четко идет, например, граница вот этой горы, да, а она как будто бы размыта чуть-чуть. И так вот он размывает все. И, конечно, чем дальше, тем плотнее он кладет белило. И о картинах хочется говорить бесконечно, обсуждать технику, игру тонов и красок, темы полотен. Глубина их содержания не имеет предела, как и эта Алтайская горная река не имеет дна. Именно такое восприятие бездонности и кристальной чистоты бурящего потока дарит картина «Катунь осенью» Ербалата Нуриманова. Здесь верхушки хребта мягко сияют в лучах солнца, а эти горные красоты настолько реалистичны, что их не отличишь от живого вида из окна. Пейзажи, натюрморты, портреты, этнические и эпические мотивы. 73 полотна в исполнении 32 мастеров кисти Республики Алтай представлены в художественной школе имени Каратанова. Название выставки – «Дыхание Алтая», будто зеркальное отражение картин. Я бы в пейзажах сказала, что они очень легкие и нежные. Это очень красиво и грамотно выполнено, и хорошо подобран цвет. В деталях рассмотреть живые мазки могут не только юные художники и их наставники, но и все абаканцы, гости столицы. А все потому, что школьный выставочный зал теперь стал городским. В этом статусе работает уже полгода. Полотна мастеров Союза художников Горного Алтая – это уже шестая экспозиция, представленная здесь. Здесь выставочный зал, мы его называем «Галерея», и надеемся, что скоро будет у него собственное название. Он очень демократичный. Во-первых, не очень дорогая плата, а выставки высочайшего уровня, потому что сам наш директор художественной школы Александр Григорьевич Кабрецов, он понимает, что такое хорошее искусство. Экспозиция «Дыхание Алтая» будет представлена до конца мая, а уже 4 июня ее сменит новая. В Абакан привезут картины лучших сибирских мастеров. В июле здесь выставят полотна красноярского художника Тойва Ряннеля, в августе Союза художников в Кемеровской области. И график работы нового городского выставочного зала расписан на два года вперед. Для посетителей он открыт ежедневно с 10 до 19 часов. Для комфорта гостей и учеников школы вход сделан отдельным с обособленным гардеробом. Взрослым билет обойдется в 150 рублей, детям и пенсионерам – в 80, и, конечно, действует пушкинская карта. Наталья Громашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.